Здравствуйте, дорогие друзья, господа и дамы, медам и месье. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мануальному воздействию на тело человека. Сейчас мы будем проходить тему коррекции позвоночника. И если в прошлый раз мы больше на скрутке, а прошли внимание, то сейчас на вытяжение, на декомпрессию. Как я говорил, от соединения, вместо соединения крестца и позвоночника, все, что выше находится, мы делаем вверх, давим вверх. Все, что ниже, давим вниз. Соответственно, многие тоже давим вниз. В скрутках мы по диагонали и по спирали вот так вот скручиваем тело человека. Скрутки применяются в основном для места, где лордоз. Это поясница, шейный отдел, ну, либо весь позвоночник целиком. Надавливание применяется там, где есть кифоз, то есть выступы. Это в основном грудной отдел. И крестец, это в обратную сторону. Где впадина поясничная, да, там мы будем вытаскивать позвонки вверх. То есть, смотрите, вот мы ходим, да, то есть, естественно, есть изгибы вниз. В данном случае человек просто лежит, да, вот вниз получается, вперед и назад, да. Когда он ходит, у него компрессионное сжатие идет вот так, то есть нам надо распрямить его, это в него выдавить. А здесь компрессионное сжатие идет в эту сторону. Соответственно, надо вытащить обратно. Ну, вытащить делается очень просто. Начиная прямо с крестца. Берем ткань поплотнее. Где крестец, я сейчас покажу. Вот он прямо здесь, да. И резко выдергиваем на себя. Чтобы ничего не скользило, желательно все-таки использовать тряпочку. В один слой, можно в два слоя положить. Человек должен лежать полностью расслабленный, поэтому, чтобы распрямить ему грудной отдел, руки все-таки предлагались в вести сторону. Вот. Ну и начинаем с крестца. Раз. Два. Три. Четыре. Вот все, пазанки прошли. Слышно было там, да? Да, шоу. Да, да, везде. Так, грудной отдел тоже можно схватить, только вот уже поперек, и немножко расчетать. Хорошо. Вот так вот. Там и кровь пребывает, и расслабляются уже мышцы, робрышки разъезжаются, расслабуха идет. Чтобы, если долго вы не смогли промассировать человека, да, то хотя бы простучить вот эти отделы. Плечи, плечи, грудной отдел, область почек не бьем, так чуть-чуть промахнулись, крестец можно простучать, и ягодицы. Простучим дополнительно позвоночник, начиная примерно с десятого грудного позвонка, да, и вот до первого грудного позвонка. Таким образом, делаем ладонь такую же, как мы обычно для вакуумного простукивания. Простучали, да? И эту же ладонь устанавливаем на ассистые отростки, так, чтобы отросток упирался вот примерно вот в эти пальчики. И будем давить, постукивать через ладонь вверх, таким образом декомпрессируя его весь грудной отдел. Такой глухой звук получается, зато мягкий, то есть мы не бьем на прямой в ассистые позвонки, видите, а они наклонены назад, кзади, и примерно по 45 градусов вниз, то есть мы подбиваем их вот туда, вверх, вверх, не поступивали, да? Теперь внедряемся между паровертибральными мышцами и серединой асистых отростков. На них не давим, внедряемся и разжимаем руки вот так, как мы делали лодочки, да? Тут движение одновременно, кивательно как бы внедрились и расширили, внедрились и расширили одновременно. Вот так проходим по всему позвонку, позвоночнику. Желательно делать это снизу вверх, все-таки опять же повторяю, декомпрессию мы делаем, да? Но бывают некоторые идеальные индивидуальные случаи, когда вот кому-то нужно или клен просит, наоборот, сверху не сделать. Как правило, достаточно вот отсюда. Так, внедрились, как я вам говорил, доходим до преднапряжения. Проверяем клиенты, сильно ли лобом упираются, нормально? Там у нас чуть-чуть делился. Кадыком, челюсти не упираешься? Все отлично. Вот, если упирается, то лучше голову повернуть вбок. Ну, сейчас вот отлично говорит, да? Вот, дошли, смотрите, техника как выполняется. Дошли до предела. Говорим теперь выдох. И после этого, когда почувствуем, что он плос, выдохнул, раз, нажали. Следующий, раз, прощелкали. Раз, прощелкали. Ну, сколько получится? Раз, два, три, буквально. Может быть, четыре у некоторых приема, чтобы вы прошли всю спину. Ну, слышно было, да? Да, один раз. Так, ну, один раз, на двух, четыре позвонка со среднего грудных. Теперь, смотрите, если нам надо продавить поясницу, да, мы можем использовать ноги. Некоторые называют этот прием задняя левада или левадия, а когда мы спереди сделаем передняя левадия. Не знаю, что, куда это такое название взялось. Так, обе ноги берем. Приподнимаем, и поясница, видите, она как бы вниз сдавливается. Вот, е-мой, и продавливаем. Прожимаем, аж до отлично. Середина грудного отдела. Отлично было что-то, да? Еще раз, я-то. Что? Еще раз покажи. Еще раз покажи свою руку. Так, а спереди нам как прожать? Спереди мы можем сделать следующее. Попросить человека встать на локте, перпендикулярно столу. Не-не-не, сам лежишь, лежишь. Только на локте. Локти под себя, под плечи. Под плечи, под плечи. Под плечи локтем вот так отстаешь. Планка, полупланка. Планка, да. Полупланка, вот. Руки положилось, и что? Может сверху? Да. Ну, потяните чуть-чуть наверх. Ага. Вот. Сам провисаешь, фонусы провис. Голова тоже висит, шея висит. Вот. Таким образом, чтобы нам посмотреть поближе вот здесь, позвонки, если они все-таки зажаты лопатками, да? Мы тогда просим человека все-таки локти сдвинуть ближе друг к другу. Поближе, еще ближе. И так вот. Провисаешь. И, в принципе, отсюда можно увидеть, либо прощупать, какие позвонки повернуты, чтобы нам на них потом, в дальнейшем, не в этих упражнениях, да, в дальнейшем, поподробнее уделить внимание. А сейчас здесь мы расцегиваем грудной отдел. Для этого качаем шею просто как некоторый маятник для снятии напряжения, да? Расслабляем понус, расслабляем шею, просим человека. А этой рукой удерживаем ассистые отростки между подушечками большого и мизинцев пальцев, вот этих вот, в предположенную сторону. На выдохе. Проходимся по всей спине до полясницы. Чтобы усилить эту формулу, можно попросить человека поставить... Нет, стоит так, только упрись руками в челюсть себе. Нет, ладони, ладони. Вот. Таким образом грудной отдел можно дополнительно продавить. У кого есть... Ну, в челюсть не тяжело поставить руки, да? Можно в лоб переться. Присываем вам... Как-то тогда пониже на спуске силы. Челюсть стана. Да. Если позволяет гибкость человека, то можно поставить локти еще повыше, чтобы больше прогнулся спина у человека. Для этого ставим на крыльянки сначала, на спине. Нам нужно сделать некоторый упор. Нет, ну, ставь сами подорогами, сядька. Упор можно сделать и свои ноги. Либо из какого-нибудь скамеечки небольшой. Примерно вот по таким наклонам. Чтобы... Видите, если ногу так ставить, у него получается наклон, да? Чтобы не было наклона, разворачиваться ногу вот так, ровно по горизонтали. Клади сюда свои локти. И дальше прям ложить на локти. Вот. Вот прямыми руками. Прямыми. Ну, а там надо лечь. Ложись ногами. Загрузка в пояснице как-то. Так, чуть-чуть сдвинусь. Тяжело? И вот тут продавливаем на поясницу. Если нужно все-таки с поворотом, да, вот когда сколиоз, вот тогда вот можно еще дополнительно вбок надавить. Также вот он надавливает. Руки могут переться в лоб. Ну, я просто вижу, что давно пациенту не хватает немножко гибкости. Да, если гибкость позволяет, это вот гимнасты, например, да, или там молодые люди. Они в такой же позе могут переться в челюсть, в лоб, и еще больше себе разгрузить сплющенный лордоз в шее. В шее должен быть лордоз вперед немножко. Она должна, пацанки вперед немножко продавлены. Или вот ложись просто, да, ложись. Упрощенный вариант показываю. Руки теперь вытягиваем вперед. Так, что мы делали с ногами, да, с задней ливадио. Тут можно сделать все спереди. Прямые вообще руки прямо. Голова вниз, а своей рукой вы подбираете, не, голова висит, висит вниз 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 вниз. Подбираете под локтями, только сверху локтей, чтобы не передавливать их. И продавливаем человека вот таким образом. Раскачивая, даем амплитуду и продавливаем. Вот. Сейчас мы это все отработаем на практике и поймем кое-какие нюансы, которые, как всегда, не попадают на видео, потому что по видео многое просто не расскажешь или что-то упускается из виду. Поэтому я вам рекомендую смотрите в... Да-да-да, вот уже пальцы показываете, я их старт и лайки. Смотрите нас в образовательных целях, но не повторяйте самостоятельно, пока вы не поставите руки. А чтобы вам поставили правильно руки, чтобы вы стали мануальными терапевтами и специалистами по коррекции позвоночника, вы должны все-таки поприсутствовать на занятиях и познать все на практике. Потому что только тут мы разберем те нюансы, которые неимоверно попадаются в нашей работе. До новых встреч, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал!